Первый рабочий день старшины пляжных матросов-спасателей Алексея Фёклова начался с тренировки. По легенде, отдыхающий, сейчас это один из его коллег, тонет недалеко от берега. Спасатель с пятилетним стажем моментально организовал операцию спасения. По рации вызвал подкрепление катер ГИМС и машину скорой помощи. Сейчас отработали самый экстремальный и нежелательный вариант, рассказал Алексей. Лайт-версия – это патрулирование береговой линии и предупреждение ЧП. Не рискуйте своей жизнью. Если жаркая погода, уж очень жарко, 30-70 градусов, лучше находиться дома в тени, соответственно. Потому что солнце плюс холодная вода – летальный исход. Это вот прям, как показа практика, есть такое дело. В бригаде спасателей старшина и семь матросов работают по парам. У каждого своя зона ответственности. Меняются через час, чтобы не терять бдительности. Спасатели помнят и предупреждают принимающих солнечные ванны и водные процедуры, что пляж из зоны отдыха в любой момент может превратиться в зону риска. Особый контроль ведется за пенсионерами и родителями с детьми. Штатный состав спасательных постов формировается из ребят физически подготовленных, имеющих у кого-то соответствующие разряды в плавательной подготовке. Они проходят заранее обучение в Самарской областной школе освода. Мы им выдаем по окончанию обучение соответственно с ведомостью сдачи нормативов в бассейнах категории матрос-спасатель, ведомостью общественно-спасательных постов освода. И после этого они приступают к работе. На Самарских пляжах с сегодняшнего дня и до середины сентября будут работать 14 спасательных постов. На спусках улиц Некрасовская, Красноармейская, Чкалово, Полевая, на Ладье, в Загородном парке, на Советской армии, Барбошиной поляне, возле санатория Можайский и на Красной Глинке. Ежедневно с 9 утра и до 10 часов вечера за порядком и безопасностью следят 44 матроса-спасателя освод. Спасатели оснащены спасательными кругами, концами Александрова, нагрудниками, детскими и взрослыми, ластами, масками и необходимыми средствами для поддержания связи между постами и между спасателями. Отдыхающие признаются, они чувствуют себя комфортно, когда рядом спасатели. Ситуации разные бывают. Иногда даже, когда дети заплывают куда-то, некоторые родители теряются и не знают, что делать. Вот приходят на помощь спасатели. Я считаю, конечно, необходимы спасательные пункты. Они помогают быть в безопасности. Регулярно ходят вдоль берега, да. Нерадивых родителей ставят на место, делают обязательно замечания. Вот. То есть работают, они просто сидят. Не так, что, как говорится, пришли позагорать, отдохнуть. Нет, нет, работают ребята, да. Вот за это время, что я была, это было два случая, когда спасали. Вот. Прямо жутко было смотреть. Официально курортный сезон стартует в Самаре после 15 июня. На пляжах установят раздевалки, зонтики от солнца и скамейки. Но уже сегодня безопасность отдыхающих обеспечивают профессиональные спасатели. Уважаемые отдыхающие, следите за своими детьми, внимательно следите за своими близкими, родными. Это очень важно, потому что вода ошибок не прощает. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.